Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Сейчас я вам немножечко покажу кое-чего. Кое-чего, кое-чего. Ну вот, я смотрю. Аналитика по каналу. Тут просмотры увеличились. Смотрите, просмотры 74,3 тысячи, это на 26,9 тысячи больше, чем обычно. Время просмотров 7,9 тысячи тоже больше, на 2,6 тысячи больше, чем обычно. Подпички, подписчики, подписчиваются. На 542 больше, чем обычно. Расчетный доход. YouTube ничего не платит, поэтому можно не смотреть. Далее мы смотрим за последние 48 часов просмотры 3403 просмотры, вот что там сейчас. Значит, мой травник, подорожник, травник, полынь, укрепляю пищеварение. И вот, смотрите, вот интересно, это вот как раз динамика. Динамика, кто сколько смотрел по дням. И вот динамика шла, 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 а тут только раз, она и пошла на спад. А, пошла на спад. Значит, что бы я хотел, вернее не хотел, а вам бы по рекомендувал. Смотрите мои старые видосы. Там очень-очень много полезной информации, нужной и полезной. Огромное количество. И то, что даже вы спрашивали, то уже там было. Поэтому я даже и не возвращаюсь. Но, тем не менее, комментарий и упоминание. Такой комментарий. Сейчас мы вам, с вами его разберем, чтобы понимать, делает человек что-то правильно или неправильно. Вдруг решил вот так действовать. Ну, давайте. Здравствуйте, уважаемый Геннадий Петрович. Здравствуйте, уважаемые посетители канала. Помогите, пожалуйста, советам. Другое дело, не деньгами, а советом. Мое имя Лилия, мне 37 лет. Кисты в обеих яичниках. То есть, как бы сказать, 37 лет, молодой человек. Кисты. Вот можно было бы посмотреть, от чего образуются кисты. Вот в начале бы. То есть, прежде чем что-то делать в этом направлении, надо бы узнать, есть ли это именно беспокоит человека кисты. Ну, можно было бы глянуть, но я думаю, туда дальше, туда дальше будет усё ясно. Конституция ветер. Конституция ветер. То есть, это стройная женщина должна быть, да? Решила оздоровить организм. Вот решила. Просто-напросто решила. Что в голове было? Не знаю, от чего там начинать. Решила. Ну, ладно. С 6 марта и целый месяц была соковая диета. Ну, в принципе, это хорошо. Овощи и фрукты параллельно клизмы с яблочным уксусом. Вроде бы это всё хорошо. Но вот при конституции ветра, это всё ведёт к тому, что ветер перевозбуждается. Конституция ветра, то есть, в организме много сухости и холода. А это ещё перевозбуждает. То есть, когда это человек ещё больше будет терять вес от этой всей этой диеты, от клизм. И, естественно, у него будут теряться силы, которые нужны для оздоровления. После месяца сокотерапии, питания, салаты, орехи, иногда рыба, селёдка. Рыба, селёдка. А почему именно селёдка? Вот тут ещё написано. Это очень хорошо. Дело в том, что селёдка солёная. А всё солёное, солёное ещё вдобавок удерживает воду. И сама по себе соль добавляет в организм тепла. То есть, почему именно селёдка тут становится очень ясно. При конституции ветра, когда вот эта вся эта диета ведёт к тому, что организм прогрессивно высыхает и теряет теплоту, человек инстинктивно кушает селёдку, которая задерживает воду и даёт теплоту, как бы сказать, уравновешивая те оздоровительные мероприятия, которые там делает. Видите, в чём дело? То есть, не всё просто так. Вес 48 упал до 43. Последствия всего этого. То есть, знаете, вот если вы ведёте оздоровление, ну, где-то важно там потерять там вес, но важно целенаправленно воздействовать, ну, на что вы хотите. Так, я так понял, вот кисты в обеих яичниках, они как-то беспокоят. Тут не написано, как беспокоят. Но я так понял, они заставляют человека заняться своим здоровьем. После, раз в неделю сухого голодания 24 часа, всего два раза. Это ещё больше ведёт к тому, что вроде бы голодание должно против кист этих работать. Но в данном случае, то есть, для того, чтобы где-то рассосало с киста, ну, так примерно, ну, недельки за две надо уйти в голоданиях, чтобы что-то такое реальное было. А вот такие простые, вот это вот 24-часовые, причём сухие, человек думает, что вот на это будет направлено на кисту. Нет, там до этого далековато. Так, после первого раза вела клизмы с уриной своей. Началось сильное обострение, значит, боль, очень сильная боль. Из 10, если так по баллам брать, 9,5, сильная боль. То есть, началось сильное обострение. Это говорит, что урина начала работать, и вот эта работа проявляется через обострение. К сожалению, ну, вот так вот получается. Я так думаю, может, и не так. Всё может быть. Я думаю, лично так. То есть, зацепило и пошли. И сначала толстый кишечник, выходили глисты и слиз. И, знаете, вот так, как бы сказать, у меня такая-така, опа, и шоры спадают. То есть, вот человек думает, у него имеются кисты в яичниках, и, значит, вот это его беспокоит. Вот это. А то, что, когда, оказывается, начали всё это оздоровление делать, и через обострение всё это пошло, то есть, вот это вот, знаете, болото взбаламутилось, выходят глисты и слизь, то есть, организм переполнен паразитами. И, естественно, если вот эти личинки, глистов попадают, ну, допустим, в те же яичники, и организм как-то пытается с ними бороться, грубо говоря, там они попали, начали там посасывать. А вот почему в яичники попадают? Да потому что в яичниках самая ценная, можно сказать, лакомая еда. То есть, то, что даёт жизнь, то, что даёт жизнь, оттуда и стремляться для того, чтобы эту жизнь и покушать. Естественно, там идёт свой процесс борьбы, и если, допустим, ну, приблизительно, я так прикиду, личинка там, допустим, того же паразита попадает в яичник, она может быть убита, а как её оттуда выводить? Как её оттуда выводить? И организм тогда начинает капсулировать её, и образуется киста, то есть, а внутри плавает вот эта вот ерунда. Ну, знаете, можно сейчас вот, как я вам сказал, посмотреть, задать такой вот вопрос, киста яичника причины, симптомы, причины. Давайте вот, киста яичника, опухолевидное образование яичника, доброкачественного характера, представляет собой полость на ножке, наполненную жидким содержимым и имеющую тенденцию к увеличению своего размера за счёт накопления секрета, различает кисты яичника, и так далее, и так далее. Причины развиваться под воздействием целого ряда причин, наиболее распространёнными, из которых является. Давайте. Гормональная дисфункция. Ну, давайте это отставим пока. Воспалительные процессы. Вот на это уже обратим внимание. А почему там протекает воспалительный процесс? Далее. Индокринные заболевания. Тоже отметём. Хирургическое прерывание беременности, аборты, мини-аборты. А вот это уже надо задать вопрос. А не делали ли вы их? А потом удивляемся. А почему кисты? А почему то-сё? И вот воспалительные процессы. О-о-фориты, андекситы. Ну, что такое о-о-фориты? Воспалительный процесс парных женских половых желёз. Часто протекается одновременно воспалением маточных труб. Труб в остро-электронической форме. Воспаление внизу живота, лихорадки, дизоли, бели. Бели, 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 бели. Знаете, вот при остром воспалении отмечаются выраженные боли внизу живота. Скорее всего боли как раз. И беспокоит лихорадка. Что такое лихорадка? Лихорадка – это подъём температуры, когда организм пытается вот эту вот кисту, вот эти вот паразиты или ещё что-то подавить, это воспаление. Вот это воспаление, разумеется, дизурия. Не знаю. Бели, 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 бели. Это как раз выделение вот этих разного рода секретов. Ну, каких секретов? Вот этих вот микро-микроорганизмов, болезнетворных организмов. То есть это говорит о том, что те же грибки, куда они пойдут, которые образуют бели? Да естественно, им, вот если взять организм, где им лучше всего располагаться? Вот, допустим, я, будучи на их месте, где? Да где больше всего вырабатывается полезного, вкусного? Это, естественно, у женщины это яичники. Пожалуйста, вот и так, да. Ага. И вот мы, вот докапываемся я перед вами, будем говорить наглядно, показываю, как я работаю, и как вы должны работать. Далее, значит, вот этот оофорит, а он как раз и на лицо, если у человека выделяется слизь и глисты, вываливается. Это говорит о том, что организм переполнен паразитами, которые поражают, ну, сначала, допустим, самые лакомые органы, такие как яичники у женщины, а дальше пошло, там уже всё порядок. Итак, вот самое интересное. Теперь, воспаление яичника может иметь специфическую природу, если его причинами являются возбудители гонореи, трихомониаза, хламидиоза, микоплазмоза, туберкулеза и не специфическую, если вызывается условно-патогенная микрофлора, кишечной палочкой, стафилококками, кандидами, кандидами выделяется, да, что-то это самое, выделяется слизь, а что же, стрипсококками и другими. Уже на 90% становится ясным. Выходят глисты и слизь, вот, пожалуйста. Потом яичники и снизу спины, киста справа ещё больше увеличилась. После второго сухого голодания, 26-го сухого клизма Сурины, 8-летнего сына, после которого начали выходить маленькие грибочки на ножках. Ну, пришлите мне, найдите мою электронную почту, вот, найдите её, она на канале есть, и пришлите фото этих грибочков. Грибочки на ножках. Пожалуйста, то есть мы настолько запустили свой организм, настолько его зашлаковали, что там уже растут грибочки на ножках, которые жрут наш организм, в первую очередь, если уничтожают. Половые органы, как наиболее лакомые, а мы всё там думаем, вот, та-та-та-та. То есть здесь, вот эти вот голодания с конституцией ветра, они не подходят. Тут должна быть, можно так сказать, мощная противопаразитарка. Причём так очень грамотно проведённо, чтобы самого человека не убить. Это важно понимать, что есть такие лечения, которые организм не может выдержать. Поэтому важно такое лечение на данной ситуации, применение этих всех этих травок, которые как раз будут более-менее целенаправленно воздействовать, но сохранять вам силы и приумножить. Значит, маленькие грибочки на ножках, искала в интернете, думала, что полипы, но такого нигде не вижу. Жаль, что здесь фото нельзя прикрепить. Значит, найдите и вышлите по электронному пути. После последней клизмы с уриной были сильные спазмы в кишечнике и начало сильно тошнить. Ну, что вы хотите. Оставила только спринцевание урины, там поны с ней и компрессы на ночь в районе кист. То есть, видите, это не беспокоит. Вот эта вот вся эта паразитарная ерунда, которая, я так думаю, и зашлаковка. Тут еще, знаете, еще не говорится, а вообще о предыстории. Я все время говорю, вот забеспокоила киста яичников, потому что начались сильные боли. А до этого, до этого, а я чувствую, тут и были, а до этого, возможно, были запоры, запоры несколько лет, на сильный недостаточный стул, о котором просто-напросто умалчивается. А это как раз и является причиной, причиной вот этой зашлаковки и создания среды, в которой начинают развиваться и глисты, и грибки, и болезнетворные микробы, которые начинают уже там. А следствие киста, следствие киста, это то, что вот организм уже пытается вот так вот, он пытается капсулировать эту ерунду. Ну, я уже рассказывал. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, что я сделала не так, что увеличилась киста. А киста, скорее всего, могла увеличиться из-за того, что вы начали все это дело применять, организм еще что-то там убил в районе этого и закапсулировал ее. Видите, это мое мнение. Возможно, перевозбуждение ветра. Нет, это не перевозбужденный ветер. Это... Сейчас ем кисели и харчу. Молодец. Плюс делайте ванны теплые, смазывайте тело оливковым маслом и следите за стулом. Об этом ни слова, а это очень важный показатель. Вот знаете, как диагностика машины, только раз, самая важная диагностика, там вот такая-то, такая-то, как работает мотор, там судят по выхлопам, все-то там сгорело или нет. Этот параметр, как работает ваш организм, отсутствует. Понимаете, отсутствует. Я хотел провести голодание 7 дней. Ну и что оно вам даст? 7 дней голодания. Что оно вам даст? Оно еще больше вас подсушит, лишит ваш сил, и организм вообще ничего не сможет сделать. А тут важно избавляться от болезнетворной вот этой микрофлоры, от паразитов, при этом, при этом, вести такую нормальную жизнь, для того, чтобы у вас сохранились силы, то есть не было вот этого перевозбуждения ветра, когда человек еще больше теряет вес и обессилевает. Вот это очень важно понимать. Плюс. Вот почему я пишу травник? Почему пишу травник? А вот там-то, как раз, с помощью травок, можно воздействовать, как еще дополнительно, и на паразитов, так и на процесс образования кисты. С помощью травок. Посмотрите. Уже я там выставил, уже кое-какие травки. Где, что, как. И использовать травки. То есть вы тем самым, ну не так будете агрессивно воздействовать на свой организм. Потому что воздействие, грубо говоря, на тех же паразитов, вы воздействуете и на свой организм. А вам важно воздействовать на этих паразитов, меньше воздействовать на свой организм. В голодании, якобы, человек думает, что и рассосет и кисты, и паразитов, но она и на вас-то действует. Чтобы добить, насколько это возможно, болезнь. Думаю, причина в кишечнике. При ветре, но мой вес 43 килограмма. Вот это добить, человек думает, что трах-бах и все. То, что он нажил за 37 лет, он думает там добить, грубо говоря, недели голодания, и все у него будет в шоколаде. И дальше он побегит там, сломя голову, заниматься своими делами. И все это как раз по боку. Нет, такое дело не пойдет. Надо, надо, понять сначала, что у вас, есть ли причина в кишечнике. Какая причина в кишечнике? Если приучит с вас, слизь и сыпятся глисты, и плюс вот эти грибки на ножках, это говорит о том, что у вас паразитов много. Значит, больше на эту сторону надо уделять внимание. Какие действия вы бы посоветовали в данной ситуации? Противопаразитарочку, противопаразитарочку, при нормальном питании, при, значит, использовании ванн, прогревающих, втирания в тело оливкового масла. И обязательно, чтобы ваш кишечник работал нормально. Вот эти все овощные, фруктовые, соковые диеты надо пересмотреть. Человек думает, что вот это вот оно, оно то самое. Вот, значит, оставить, допустим, из соков яблочно-свекольный сок, свеклы, столовая ложечка на стаканчик свежевыжатого яблочного сока, чтобы было кроветворение, чтобы организм мог бороться. Из овощей овощей, тушеные овощи, кашки различные с топленым маслом, с топленым маслом. Можно даже на кашки с подливой, мясной подливой делать. Вот хорошо, что вы там харчо кушаете, вот как раз это полезно для жизненного принципа ветра. Иначе вот эти все, как вам там наговорили, все это такое, вроде как оно логически понимается правильно, а на деле оказывается, что вы далеки от того, что надо делать. Спасибо, очень буду ждать ваш совет отчаялась. Совет дан, основные звенья намечены, добиться нормальной работы кишечника, это первое. Второе, значит, мы очищаем свой организм, вернее, добиться нормальной работы кишечника. Далее, сначала не спешить, поднять свой собственный вес с помощью вот этих каш, топленого масла с каши, с мясной этой подливкой кашки, значит, тушеные овощи, немножко там свежевыжатых соков, не без того, как именно тот сок, стаканчик, два максимума в день. Далее, кисели, это великолепно всё это делаем. Потом, значит, как только мы недельки так, две, три, четыре попитались, более-менее, мы начинаем, значит, опять противопаразитарочку, не спеша, разумно, значит, и одновременно пытаемся чистить организм с помощью тех же самых клизм, но потихонечку, далее печёночку, и там уже смотрим, что у нас будет более исчезнуть, не исчезнуть, что будет с этими, с кистами в яичнике. Вот, примерно такой план действия. я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. до сих пор, Продолжение следует...